В начале о ходе операции «Возмездие» в Сирии российская авиационная группировка, увеличенная вдвое, наносит все новые удары по позициям террористов из исламского государства, запрещенного в нашей стране. Задействованы корабли ВМФ, находящиеся в акватории Средиземного и Каспийского морей, крылатые ракеты и бомбы уничтожают ключевые объекты инфраструктуры экстремистов. Масштабы их потерь постепенно начинают признавать и на Западе. Дмитрий Зайцев продолжит. Размах впечатляет. Операция «Возмездие» авиации и флот днём и ночью наносят удары по террористам при помощи высокоточного оружия. Для этого порой приходится преодолеть тысячи километров. Всего же с начала работы российских ВКС в Сирии на группировку ИГИЛ, запрещенную в России, обрушено уже почти полторы тысячи тонн различных боеприпасов. О промежуточных итогах военные с помощью телемоста рассказали верховному главнокомандующему. Усильная эскадрилья дальних бомбардировщиков Ту-22М3 командования дальней авиации в течение четырёх суток, действуя с аэродромом «Моздок», наносит групповые авиационные удары по объектно-теористической организации ИГИЛ провинции Бер-Эзор, Ирака. Удалённость цели от аэродрома взлёта составляет более двух тысяч километров. По приказу Владимира Путина военная группировка увеличена в два раза. Сейчас это 69 самолётов, в том числе стратегические ракетоносцы и бомбардировщики дальней авиации, а также 10 кораблей военно-морского флота. Часть находится в Средиземном море, остальные в Каспийском. Ракетный крейсер «Дагестан» и малые корабли «Углич», «Град Свияжск» и «Великий Устюг» из экватории «Каспия» произвели пуски крылатых ракет. Все 18 запланированных пуску ракет «Калибр» стартовали успешно. Морально-психологическое состояние личного состава высокое. Оружие и технические средства кораблей исправны. Ракеты класса «Калибр» способны поражать цели на расстоянии до трёх тысяч километров. Удары флотилии вместе с атаками авиации уже нанесли ИГИЛу серьёзный урон. А совсем скоро к российским военным могут присоединиться и французские войска. В результате удара крылатыми ракетами только по одному из объектов в районе Дер-Изора уничтожено более 600 боевиков. Уничтожено 15 объектов хранения и переработки нефти. 525 автоцистер. Прекращена поставка на чёрный рынок. 60 тысяч тонн нефти в сутки. А террористы недосчитались полтора миллиона долларов ежедневно. Благодаря поддержке российской авиации и флота сирийская армия начала наступление вглубь страны. Наиболее заметно это в районе Алеппо и горной части провинции Латакия. А в городе Тельбиса правительственным войскам удалось уничтожить цех по производству взрывчатки. Массированные удары российской авиации нанесли невосполнимый ущерб международным террористическим организациям на территории Сирии. Нарушили их систему управления и финансирования. Эта помощь придает силы нашему народу в борьбе с международным терроризмом и играет решающую роль в успехах сирийско-арабской армии. Реакция Запада на действия российско-сирийской коалиции по-прежнему сдержана. Но все же британскому изданию Daily Mail сегодня пришлось осторожно констатировать упрямые факты. Ссылаясь на сирийский наблюдательный пункт по правам человека, газета пишет о 50 ударах, нанесенных по нефтяным объектам в провинции Дейр-Эс-Зор, контролируемой исламским государством. В свою очередь Соединенные Штаты продолжают настаивать на уходе Башар Асада, хотя даже в американском конгрессе все настойчивее говорят об обратном. Член палаты представителей от Гавайев Тулси Габбард, отслужившие добровольцем в Ираке два года, сравнивают фигуру Асада с заслоном на пути террористов. Я считаю, что сирийское правительство Асада легально. Если его свергнут, то экстремистские группировки, такие как Исламское государство, Аль-Каида и Джабхата Нусра получат всю Сирию. Они будут представлять еще большую угрозу, станут еще сильнее. Мы продолжаем повторять ошибки прошлого, такие, каким было свержение иракского диктатора Саддама Хусейна и диктатора в Ливии Каддафи. Теперь мы пытаемся сделать то же самое в Сирии. Впрочем, подобные заявления американские власти пока оставляют без внимания, игнорируя и успехи сирийской армии, день за днем освобождающей все новые и новые населенные пункты.